привет бойцы с вами проект мой тай сетей сегодня наши очередные тренировочные спарринги которые хочу тебе показать сегодня нас было немного но довольно хороших бойцов скажем так итак первый бой против бойца тоже мой тай моего ученика немножко потяжелее меня ну немножко повыше неудобно но интересно работать когда ребята немножко повыше нарабатываешь свои какие-то фишки наработки учишься встречать принимать так как ученик мой то и работа ногами тоже довольно хорошо поставлена и в процессе мы это все увидим такой у нас обмен первый раунд довольно разведывательный можно так это назвать хотя пристреливаться некогда потому что каждый раунд мы менялись напарниками до парами поэтому каждый раунд он как первый и последний вот только что хорошо левое колено почти зашло да если немножко руку не держал правую ту голову достал мне хорошо блокирует многие выставляет блоки бьет ногами все как бы неплохо зашел серии отлично забрал голову добавил колено немножко можно было дальше дорабатывать но здесь вопрос у нас выносливость его здорово потек переднюю ножку очень часто так делается им чай да и как бы комментирую свои ошибки его успехи да мне это тоже важно и интересно как бы сильно бить своего ученика не хочу я опять высекание под блок не сделал очень здорово положил но и тем самым приятно что ребята как бы учатся прогрессируют все-таки под под моим же руководством здорово только что если видели зашел за спину мог дальше доработать ногой но такая работа он старается двигаться постоянно я стараюсь как бы в этом в этой спарринг-сессии я больше старался работать таким первым номером агрессором если вы смотрели и увидите в подсказках прошлое наши бои там я работал больше вторым номером встречал старался уходить и сегодня решил так немножко поработать первым номером физуху себе немножко подтренировать так как мы работали пять раундов по три минуты это очень тяжело особенно если ты постоянно работаешь жесткой манере такой вот у нас пошел обмен и концовочку уже я перебиваю но это маленький тигр прибежал и сказал что он разбил второму тигру нос и он был в панике не знал что делать или скорую вызывать или реанимацию но ничего страшного не было юшка потекла но для начинающих бойцов это масса эмоций разбить кому-то нос у нас работа продолжается уже начинаю я чуть-чуть поддавливать прессинговать вот хороший backfist даже дошел конечно ну как бы уклониться я успел но по затылку черкнула для меня было чувствительно второй раунд это уже представителем и мэй опять мы начинаем по чуть чуть по чуть чуть пристреливаемся мы первый раз работаем поэтому довольно интересно и проход в ноги прошел до работали по правилам мм и конечно дальше был сделал добивание болевые на этом мог бы бой закончится но мы работаем по правилам тайского бокса ну и соответственно мы изначально договорились просто что ребята могут делать проходы в ноги как бы если приходят нам с куда сами мэй тут для них это тоже плюс уходить с клинча проходом в ноги что они в принципе и делали в этом раунде такая работаем с дистанцией у здорово правый прямой зашел от меня очень часто это делает блоком когда пропускает правый луки и правым прямым сразу отвечает и снова этот момент уклон под ручку я хотел заклинчевать но соответственно прошел пропустил проход в ноги то есть когда есть конечно переводы в партер да совсем по-другому нужно работать то есть уже манера такого агрессора до который идет все время вперед и давит не срабатывает потому что ты заходишь в атаке старает думаешь пробить серию ударов жесткую а получается что противник просто делает уклон какой-то или наклоняется и уже твои ноги получаются под угрозой забирает и проходит ну как бы я все равно не боялся этих проходов потому что знаю что в партере мы не работаем и опять я его пропускаю уже третий проход я знаю что мы потом встанем поэтому конечно страха такого не было ну положил так положил как бы ничего страшного никаких уронов эти проходы не наносят поэтому как бы делать проходы без добивания и болевых особо смысла не было но вот только что не получился проход да и можно было дорабатывать поэтому я не боялся да если бы мы работали там по правилам мм и конечно было совсем другая ситуация и могли меня положить и добить но опять-таки повторюсь работаем мы по ударке вот снова клинч хороший колено и рука немножко мой оппонент был не в лучших кондициях сегодня поэтому по количеству ударов по точности я немножко конечно перебивал концовочку полностью забрал ну ничего в общем опыта мы получили обои как бы для себя я отметил что такое проходы в ноги и от них тоже надо защищаться но я думаю мой напарник отметил для себя немало по пропускал да лучше всего нарабатывается опыт да получаешь когда пропускаешь тогда понимаешь что ты пропустил и когда но сейчас я работаю против кикера да можно назвать это мой тайп против кикбоксинга парень уже не первый раз участвует практически во всех наших спаррингах поэтому уже он понимает что это такое но и такой подхват ноги но уже не хотел ничего жесткого делать просто показал руки работаем аккуратненько но как создать имитируем все время такую работу начала раунда она всегда такое разведывательная аккуратная пристреливаешься опять повторю что каждый раунд новый соперники к нему надо все время пристреливаться и вот уже начинаем более жестко работать кикер всадил пару жестких ударов ну так как кикеры есть кикеры дают удары ногами у них те своеобразные больше на касание поэтому но нету страха пропустить этот удар не лоу кик не в голову не страшно пропустить от них ногой как бы ну в данном случае от кикера именно этого да понятно что есть там кикеры мирового уровня которые ногами гасят очень хорошо и берут стайского бокса ноги и вот высекание в ответ да вот от жесткой глухой защиты очень четко под блоком это все проходит и снова уклончик клинч и это было зря очень классно вот так ловить нарабатывайте от эти вещи и скру . дальше добивать не стал потому что у нас не мм и я этого не делаю очень делайте такие вещи вот когда на джебе боксеры часто это делают левый джеб шагом кикеры в данный момент да это делают левый джеб шагом делать уклончики сразу забирать кинч это всегда практически подходит ну сейчас я уже просто с глухой защиты стараюсь поддавить я уже понимаю что напарник мой подустал и здесь уже я поддавлю и стараюсь ну просто перебить именно по по такой технике буакава назовем это так он любит это делать в поздних раундах там в конце второго в третьем раунде просто закрываться перед глухой защите соответственно оппонент бьет по защите устает еще больше устает а ты уже только всажив силовые удары и постоянно его поджимаешь поджимаешь но очень плохо конечно что у нас нет канатов я думаю мы что-то придумаем с этим из-за того что нет канатов получается что есть возможность у оппонента убежать когда есть возможность убежать конечно ты не можешь что-то такое сделать там например фронтом толкнуть в канаты и доработать там с колена или поджать канатом додавить то есть он имеет возможность все время круги нарезать и убегать и это очень интересный раунд получился сейчас работаю чисто с боксером но минус большой в том что боксер тяжелее на 20 килограмм я не рекомендую ребятам вообще работать стяжами когда разница такая но у нас разница в 20 килограмм как бы максимум это там 5 килограмм разницы почему вот даже начинают говорить ну легонько давай все легонько но когда разница в 20 килограмм и ты пропускаешь удар у дал человека который на 20 килограмм тяжелее это очень существенно а для него твои удары соответственно не настолько существенные потому что соответственно да но это как работать с 50 килограммов да и то есть он бьет как муха ты можешь просто стать ручки поднять и все это принимать а если против тебя работает тяж за 90 килограмм туда же через глухую защиту все равно это все чувствуется ну что удары довольно серьезные и весомые поэтому в этом раунде как бы я соответственно постарался работать с дистанции встречать фронтами и вот встречать коленями очень много колен заходило хорошо но видно что как бы боксер не понимает как защищаться от ног поначалу но потом уже молодец начал выставлять колено видите левое колено поднимает и с ним входит в атаку левый джаб зашел достал меня левым джабом еще раз достал здорово правую ручку я уже подпустил тут и он хорошо на скачке достает но здесь колени пропустил опять-таки конечно если бы у нас как бы было более-менее веса и тип колени были довольно существенные а так очень такая неудобная работа с тяжелыми боишься от него пропустить удара приходится все время как-то двигаться ухитряться проваливать работать только на таких четко с уклона ну концовочка я бы сказал за мной здорово да пошел по печени попал мне разок но все равно благодаря наработанному корпусу перетерпел этот удар боксер молодец четко хорошие серии такой он сам невысокий сбитый конечно и разница дает о себе знать но приходится работать вот именно вторым номером и это иногда получается но благодаря тому что он такой подвижный работает на скачках эти скачки доходят и ручки доходят на скачке то есть опять таки из-за того что веса больше мои фронты для него не настолько существенный как для оппонента моего же веса да я бих остановил для него этот фронт как бы там пропустил он идет дальше для него он не настолько существенный поэтому получается что двойную работу надо делать колено хорошо в живот зашло тоже играется ручки опускает и пару раз был за это наказан и последний раунд нашей работы это тоже представитель тайского бокса тоже один из моих учеников поэтому бить его сильно не хотелось и такой же пятый раунд уже очень тяжелый как видите нас уже осталось четверо из десяти остальные ребята уже сели отдыхать потому что ну очень тяжело это все делать 5 по 3 отработать это действительно требует хорошей физической подготовки и уже мой напарник не хотел на этот раунд выходить ну как бы заставил я его это сделать для того чтоб поработал доработал немножко отработал до конца как бы даю ему работать но делает он ошибку эту уже уставший он с первых секунд начинает атаковать и всаживать по 3-4 удара вместо того чтобы рассчитать силы и продержать раунд в одном темпе если они останутся вырвать концовочку он начинает с первых секунд давить 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 бить старается 3-4 удара делать но так как сил уже нет удары несущественное поэтому на глухую защиту я их спокойно принимая опять таки выбирают тактику сегодня буакава из глухой защиты просто иду давлю просто иду давлю жду пока он устанет и начинаю вот уже начинаю со средины раунда засыпать тяжелыми ударами то есть соответственно напарник бил бил устал уже ручки не держит удары стают слабее слабее и с этого положения можно хорошо досыпать хорошую дал серию четыре удара очень классно ну и левый джеб он такой бум-бум за глухой защиты всегда входит луки доходит снова джек до снова съел и уже все уже сил нету пару ударов съел и силы вообще ушли снова бам-бам левый сбоку зашел колено зашло уже не хочет не хочет а надо не надо было до атаковать в начале не надо было этого делать для того чтобы оставить силы то есть это еще огромное преимущество такой работы вот именно тренировочных спаррингов они учат тебя дозировать силу ты должен понимать что происходит где и немножко боксеров нам показывают ребята хитер с боксером сошлись и работают чисто руками хитер тоже уже решил не работать но на заднем плане я попал селезенку чуть-чуть а для выдохшегося противника удар в корпус это еще в три раза больнее и концовочку даю доработать подписывайся на канал стойлайк делись видео с друзьями до следующих видео уроков онлайн курс от новичка до воина муай тай за 60 дней стань бойцом под моим личным руководством постепенно продвигаясь от полного нуля то бойца муай тай ссылка в описании под видео и и и и и и и и